Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вячеслав Федорищев провел совещание с руководителями предприятия ОПК Самарской области. Какие решения были приняты в нашем сюжете? Обсудили актуальные проблемы отрасли. Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с руководителями предприятия ОПК Самарской области. Встреча прошла на заводе ОДК Кузнецов. Основная задача – выработать системный подход и наладить взаимодействие, при котором правительство региона будет своевременно получать информацию о трудностях, возникающих на предприятиях Самарской области, и быстро их решать. Очень важно, что мы, уже проходя третий год специальной военной операции, каждое предприятие очень ответственно относится к тем задачам, которые ставятся военно-политическим руководством страны. И бесперебойная работа, ее обеспечение со стороны региона – это безусловный приоритет работы правительства Самарской области. Присутствовавший на совещании председатель Комитета Госдумы Российской Федерации по промышленности и торговле Владимир Гутенев поблагодарил представителей предприятий за выработку предложений по изменению федерального законодательства. Хочу поблагодарить представителей крупнейших предприятий, которые принимают участие в выработке предложений, которые мы реализуем через различные институты, различные инструменты, в том числе через профильный комитет по промышленности и торговле, через комиссию Госсовета по направлению промышленности, где Вячеслав Андреевич, как заместитель, формировал и оперативные и стратегические задачи, и целый ряд инициатив. В условиях, когда высокая процентная ставка, в условиях конкуренции за кадровые ресурсы, мы, конечно, должны иметь возможность не только обеспечивать достойную зарплату, но и иметь возможность осуществлять перспективные ниры, неокры, готовить молодежь. И Самарская область здесь является, конечно, примером. Из 50 передовых инженерных школ, 3 находятся в Самарской области. После рабочей поездки на ОДК «Кузнецов» в своем телеграм-канале глава региона написал, что в Самарской области может пройти форум инженера будущего. Команда Самарского предприятия в 2024 году заняла на форуме инженеров первое место. Виктория Шарая, события. По распоряжению главы Самарской области Вячеслава Федорищева с 1 сентября текущего года изменится оплата за вывоз мусора. Теперь расчет будет производиться не по квадратным метрам, а по числу зарегистрированных людей на жилплощади. Как к таким изменениям относятся жители Самары, узнала наша съемочная группа. Пишут же везде, что не квартира мусорит, а люди конкретные. Поэтому, конечно, целесообразно, чтобы тарифы пересчитывались на количество человек, проживающих на данной жилплощади. Я же не коплю мусор метрами, а вот сколько человек живет. Считаю, что с человека нам надо брать, а не с площади. Потому что, все-таки, когда инвалиды одни живут, у нас маленький пакетик. А тут платить как за большую семью. Так что мы просим, чтобы сделать одного человека. Мне кажется, лучше не по площади, а по человеку. Сколько прописано, сколько проживаю, столько надо. Я уже довольно довольна. Не метры ему это мусор приносят, а человек. Значит, правильность человека. Расчеты любых затрат должны вестись, исходя из потребителя любых услуг. Может пять человек жить на одной лампочке, а может жить один человек на десяти люстрах в квартире. Мы же платим по счетчику. Поэтому и мусор не на квадратном метре, а за каждого потребителя. Это хорошо. Я один живу, и мне меньше платить нужно будет. Я считаю, что правильность человека. Но мусор все равно не площадь. Поэтому, да. На каком этапе сегодня подготовка Самары к отопительному сезону обсуждали на заседании городского оперативного штаба под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Говорили о выполнении текущих работ по перекладке труб с теплоносителем, а также о предстоящей модернизации трубопровода, связанного с перекрытием движения трамваев. Подробнее в нашем сюжете. Модернизация труб отопления выполнена на две трети от объема, запланированного на это лето. Специалисты ресурсоснабжающей компании уже выполнили замену трассы протяженностью более девяти километров из четырнадцати. Предварительные итоги подвели на заседание городского штаба по подготовке к зиме под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Из двадцати четырех участков работы ведутся на двадцати двух объектах. Все выполняют по графику, отставаний нет. В зону работ попадают несколько социальных учреждений. Таким участкам уделено повышенное внимание. Еще на двух участках к работам приступят в ближайшее время. На двух объектах у нас сейчас выбраны подрядные организации, проводятся подготовительные работы. Это реконструкция проспекта Карла Маркса и Новый вокзальный и реконструкция квартальной теплосети проспект Кира улица Старзагор. Отдельно говорили еще о двух выполняемых перекладках, которые повлияют на движение трамваев. А в начале августа ресурсники выполнят обновление труб на пересечении Нового вокзальной и Фадеева. Из-за этого на участке не будет ходить транспорт. Учитывая близость двух основных магистралей Московского шоссе и Старзагора, на них в дни работ величит количество других видов транспорта. А перед этим в конце следующей недели на несколько дней планируется перекрыть движение трамваев на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Ивана Булкина. Здесь уже будет запущен бесплатный дублирующий автобусный маршрут, который позволит пассажирам спокойно пересекать участок от 22-го партиезда до Авроры. Трамваи, работающие на этом участке, обслуживают в том числе и промышленные оборонные предприятия. С представителями заводов проведут встречу для разъяснения изменений движения. Крайне важная перекладка. Не перекладывать эту сеть не представляется возможным, поскольку она аварийная. По этой сети идут трамваи, сами понимаете, они идут не пустые, а нагруженные. Нам крайне необходимо провести эту перекладку. 20 тысяч денег с трамваи переводят, поэтому нам надо максимально сократить неудобства для работников, ну и, соответственно, их предупредить, максимально отконтролировать все графики. Также на штабе обсудили и работу по подготовке к отопительному сезону жилого фонда. Из 10 тысяч домов специалисты проверили уже две трети объектов. Планомерно представители районных администраций вносят эту информацию в электронную систему. Глава города призвала ускорить эту работу, чтобы в случае возникновения вопросов их удалось решить до начала отопительного сезона. Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. В Самаре ведут ремонт улицы Зои Космодемьянской в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В порядок приведут всю улицу от Московского шоссе до Георгия Димитрова. Минувшие ночью дорожники выполняли фрезерование старого покрытия. Какие сложности возникают при проведении работы, расскажем в нашем сюжете. Линию за линией фрезеровальная машина снимает старый слой асфальтового покрытия на улице Зои Космодемьянской. Ее на всем протяжении приводят в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как отмечает подрядчик, из-за небольшой длины, менее километра и отсутствия сложного рельефа, полностью фрезерование можно было выполнить за две смены. Но ситуацию осложняют припаркованные автомобили, несмотря на предупреждение о начале работ на уличных опорах и в чатах домов, расположенных на улице Космодемьянской. Также отлажено взаимодействие с районной администрацией и старшими по домам. Однако есть автомобилисты, которые проигнорировали просьбу освободить дорогу. Поэтому рабочим приходится демонстрировать чуткое чувство габарита в технике и возвращаться к некоторым участкам несколько раз. Сами видишь, приходится оставлять участки, которые дорабатываются на следующую смену. Так как у нас квалифицированные специалисты с большим стажем, они замечательно останавливают свою машину, чувствуют габариты и благодаря этому все обходится без эксцессов. Но есть и сознательные водители. Девушка хотела припарковаться, но, увидев технику, на всякий случай уточнила, можно ли оставить автомобиль. Получив отрицательный ответ, поспешила перепарковаться. В целом, автовладелицы рады, что на улице начались ремонтные работы. Было несколько кочек сильных ям, в которые ты прям залетал, и у тебя колесо могло лопнуть сразу. То есть это необходимо. Очень ждем, когда будет завершена работа. Всего на объекте трудятся 15 человек и 8 единиц техники. После фрезерования здесь поднимут люки смотровых колодцев на проектную высоту и заменят их на антивандальные и антишумовые. Обновят решетки ливневой канализации и бортовой камень. После всех подготовительных работ уложат верхний слой асфальта с повышенной стойкостью к нагрузкам и перепадам температур. Для ремонта эту улицу, как и несколько других, выбрали не только с учетом состояния полотна автодороги и других элементов уличнодорожной сети. Название ряда Самарских улиц топонимически связано с историей Великой Отечественной войны и именами героев Советского Союза. Начать обновление таких дорожных объектов решено уже в этом году. Работы организованы в рамках подготовки к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Ремонт значимых объектов дорожной инфраструктуры стал возможным благодаря выделению дополнительного финансирования для реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В ходе работ по муниципальному контракту, заключенному в июне 2024 года, подрядчик должен завершить обновление улицы Зои Космодемьянской и других дорог до конца этого лета. У нас запланирована не одна, это у нас запланирована улица Матроса, улица Красильникова, улица Гастелло, ну и другие улицы, которые связаны так и иначе с Великой Отечественной войны. Все работы контролируют специалисты Департамента городского хозяйства, а также подведомственного учреждения МБУ Дорожное хозяйство. Они проверяют качество всех материалов, а также соблюдение технических условий на каждом этапе. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов, Валерий Майоров. События. В Самаре усилят работу общественного транспорта 20 июля. В этот день в городе пройдет первый матч российской премьер-лиги нового сезона. Сыграют Крылья Советов и Питерский Зенит. До главного стадиона Самары можно будет добраться на трамвае номер 11, а также на дополнительных трамваях 22 маршрута. После окончания матча они будут ждать болельщиков на остановке стадиона. Помимо этого к остановке улицы Алма-Атинская будут поданы дополнительные автобусы номер 1, 34, 41 и 67. Они проследуют в сторону проспекта Кирова, а к остановке улицы Дальние подадут автобусы маршрутов номер 1 и 67, которые едут до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи. В Самарской области продлили запрет на пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств до 23 июля. Об этом сообщили в региональном МЧС. Ограничения связаны с высокой пожарной опасностью. МЧС рекомендует не ездить в лес, не разводить костер на природе, не поджигать сухую траву, не бросать непотушенные спички или сигареты. Далее коротко о других темах дня. Около 73% школьников России, которые впервые воспользовались правом пересдать один из предметов единого госэкзамена, смогли улучшить свои результаты. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. У 9% участников баллы не изменились, что в принципе подтвердило их знания. Всего воспользовались правом пересдачи ЕГЭ более 105 тысяч российских школьников. Как отметил Музаев, такое право останется и в следующих учебных годах. Апробация инициативы прошла успешно. По его словам, нормативно-дополнительные дни для пересдачи закреплены, правила установлены и менять их не планируется. Чаще всего для повторной сдачи ЕГЭ школьники выбирали информатику, профильную математику и общество знания. В Самарской области за последние полгода в полтора раза вырос спрос на ипотечные кредиты, на строительство или покупку индивидуальных домов. По данным крупного банка, за этот период жители региона взяли жилищные займы на сумму более 850 миллионов рублей, что более чем на 30% превышает прошлогодние показатели. Самарцы оформляют ипотеку на загородную недвижимость в среднем на 5 миллионов рублей. Это на 17% меньше, чем годом ранее. При этом 58% заемщиков предпочитают покупать готовый дом, а 42% строить самостоятельно. Из-за жаркой погоды аграрии России рискуют недополучить часть овощей. В первую очередь речь о помидорах. Возобновление их урожайности сельхозпроизводители ждут только через три месяца. С проблемами столкнулось большинство регионов Юга России, в том числе Ростовская, Астраханская области, Краснодарский край и Крым. Чтобы окупить свои затраты и получить хоть какую-то прибыль, аграрии могут попытаться увеличить стоимость продукции, считают эксперты. В Минсельхозе рисков для нового урожая не видят. Там заявляют, что существенный объем овощей выращивается в закрытом грунте, который не зависит от погоды. 7 из 10 россиян предпочитают смешанные маршруты в автопутешествиях, которые частично проходят через города, частично по природной местности. Почти каждого пятого привлекают природные маршруты. Еще 6% респондентов нравятся городские прогулки. Это показал опрос в ЦИОМ. 41% опрошенных в автопутешествии предпочитают ночевать в гостинице или в отеле. Треть на базе отдыха в летнем домике. 17% в кемпинге с отведенным местом для палаток. Кинологи рассказали, почему собакам опасно пить воду из водоемов. Она может содержать бактерии и другие микроорганизмы, которые способны вызвать серьезные проблемы со здоровьем животного. Самая опасная инфекция, которую может подхватить питомец, выпив воду из водоема, это лептоспироз. У собак вызывает рвоту, диарею, вялость, потерю веса и аппетита, анемию, поражает все внутренние органы. При острой форме лептоспироза смертность достигает 60-80%. Для профилактики этого заболевания важно ежегодно вакцинировать питомца. К симптомам лептоспироза относят отказ от пищи, постоянную жажду, высокую температуру, кровь на слизистых, рвоту. Также нельзя позволять питомцу пить воду из луж. Для питья лучше использовать фильтрованную или бутилированную воду. С 1 августа пенсионеров ждет повышение пенсий. В первую очередь изменения коснется тех, кто работал в прошлом году. Это 8 миллионов человек. Надбавка к пенсии у каждого будет индивидуальной. Во вторую категорию попали пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет. Также пенсию увеличат тем, кому в июле установили первую группу инвалидности, отмечают эксперты. Помимо этого, доплата к пенсии положена членам летных экипажей гражданских самолетов. Для мужчин выслуга в должностях должна составить не менее 25 лет, для женщин как минимум 20 лет. То же самое касается работников угольной отрасли. Еще одна категория, которая может ожидать роста пенсий в августе, граждане, получающие накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты. Примерно 190 тысяч человек по всей стране подписали контракт о прохождении военной службы с начала этого года. Подробную информацию о поступлении на контрактную службу можно узнать в Самарском пункте отбора по адресу улица Ленинская, 147. Там специалисты встречают желающих защитить свою родину, проводят их тестирование, а также медицинскую комиссию и предоставляют открытую информацию об условиях прохождения военной службы, социальных гарантиях, льготах и компенсаций не только для бойца, но и для членов его семьи. Напомним, что в регионе по поручению в Рио губернатора Вячеслава Федорищева увеличили единовременную выплату при заключении контракта о прохождении военной службы с 800 тысяч рублей до миллиона. Мои деды, прадеды воевали в Великую Отечественную и я впитал это все, мне кажется, с молоком матери, любовь к своей стране, любовь к своей отчизне. У меня даже не возникают на такие моменты каких-то вопросов, у меня есть ответ изначально. Я мужчина и я должен. 17 июля в мире отмечают неофициальный праздник, день укоренившихся традиций, ведь именно в них проявляется культура и характер народа. Среди разных традиций выделяют семейные. Они делают родителей и детей более сплоченными, позволяют чаще проводить время вместе. Какие семейные традиции есть у жителей Самары, узнали наши корреспонденты. У нас, наверное, одна традиция очень смешная. Мы уже второй год ездим отдыхать на юг и там теряем кепку. Именно кепку у нас вот так, наверное, такая вот веселая традиция. А так вот, да, каждый год куда-нибудь стараемся съездить, отдохнуть. Новый год отмечаем в обязательном порядке, в семейном кругу. Отпуск берем всегда вместе, каждый год. Да, вместе в отпуск выходим. Каждое лето неоднократно выбираемся на ту сторону, на какой-то остров. Да, это однозначно. Это прям традиция из года в год. Ну, мы любим завтракать вместе на выходных. Может быть, выходим куда-то. Мы уезжаем всей семьей отпраздновать мой день рождения в другой город. Мы каждую субботу собираемся за одним столом у бабушки. Вот такая традиция. Ну, и любим настольные игры играть. Это тоже. Наша семейная традиция, если мы выбираемся на дачу, то, естественно, скушать огурчиков, помидорчиков с грядки своей выращенной, которые с февраля культивировали сначала на подоконнике, потом они превращаются в салат, ну и шашлык. Одна из последних традиций, мы приобщились к спорту. Мы бегаем всей семьей, но в основном с женой. Дети с нами на велосипедах сопровождают. Такой отдых для нас, наверное, самый продуктивный, так скажем. Нравится. Ну, хотя это не так давно, буквально третий год. Ну, такая традиция. Я думаю, дети продолжат, может быть, потом и внуки. Герб, флаг и гимн – отличительные знаки региона. Сегодня отмечают День Самарской символики. В Рео губернатора Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с праздником. Он отметил, что этот день напоминает нам. Во все времена любовь к родной земле, привязанность к отчему краю, уважение к его богатой истории и традициям объединяли самарцев, помогали преодолевать трудности и достигать новых высот во всех сферах жизни. Напомним, в сентябре 1998 года был принят закон, утвердивший герб и флаг Самарской области. На гербе – серебряный козел на лазоревом щите, дубовые листья с желудями. По правилам Геральдики, золотой цвет символизирует богатство, силу и постоянство. Серебро – нравственную чистоту, лазурь – величие, красоту и ясность, темно-красный цвет – отвагу, героизм и великодушие. За основу флага взято Самарское знамя – историческое реликвие России и Болгарии. Гимн Самарской области был утвержден в декабре 2006 года. По итогам проведенного конкурса лучшим был признан гимн Леонида Вахмянина на стихи Олега Бычкова. Футбольные клубы «Крылья Советов» и «Акрон» продолжают комплектовать составы перед стартом российской премьер-лиги. Уже в эту субботу в Алжане проведут свои первые матчи в чемпионате. Подробнее в нашей спортивной рубрике. «Крылья Советов» подпишет 25-летнего левого защитника сборной Чили Томаса Галдамаса. Игрок – воспитанник клуба «Унион Эспаньола». Последним его клубом был аргентинский «Годой Круз», за которым провел 31 матч и забил 2 гола. 20-летний белорусский защитник Никита Баранок подписал контракт с футбольным клубом «Акрон». Игрок является воспитанником футбольной академии «Витебска». За родной клуб Никита дебютировал в 2022-м. Сезона 2023 он выступал за солигорский «Шахтер», с которым стал обладателем Суперкубка Беларуси. Также Никита успел дебютировать за юношескую и молодежную сборные Беларуси, в составе которых в общей сложности провел 13 матчей и забил 2 гола. Центровой Джеймс Томпсон по истечении срока действия контракта покидает баскетбольный клуб «Самара». В лошадской команде он отыграл один сезон и подтвердил статус одного из лучших центровых единой лиги. Томпсон принял участие во всех 45 матчах «Самары» в чемпионате, при этом во всех выходил в стартовом составе. В среднем набирая почти 10 очков и более 7 подборов. В столице Венгрии и Будапеште стартовал теннисный турнир на грунтовом покрытии категории WTA 250. В первом раунде уроженка Тольятти Диана Шнайдер переиграла представительницу Венгрии Фанни Штоляр 6-3, 3-6, 6-4. За 2 часа 7 минут Диана сделала 2 эйса, совершила 3 двойные ошибки и взяла 6 геймов на подачу соперницы. С 19 по 21 июля в селе Богатые на спортивных площадках на берегу реки Самара будет проходить областной фестиваль пляжного футбола и пляжного волейбола среди сельских команд «Золотые пески», «Богатые». Сегодня последний день регистрации команд. Они будут разбиты на категории. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Чтобы самостоятельно собрать необходимые документы для экспортной деятельности, предпринимателям приходится тратить много времени. Однако теперь можно использовать любую меру поддержки нацпроекта в один клик. Поможет платформа госуслуг «Мой экспорт». Эта цифровая площадка – самый короткий путь к рынкам мира, передает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. В качестве одной из дополнительных мер соцподдержки семей с детьми Самара предоставляет единовременное пособие выпускникам общеобразовательных организаций, являющихся инвалидами. По вопросам выплаты можно обратиться в Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки, улица Некрасовская, 63, 3-й этаж, 3-й кабинет, или позвонить по телефону 340-08-47. Также выплату можно оформить в МФЦ или на региональном портале госуслуг. Документы принимаются до 1 ноября. На госуслугах также можно подать заявление для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале, заполнить заявление на странице услуги, указать все необходимые данные, оплатить государственную пошлину, выставленную в личном кабинете. Госпошлина составляет 650 рублей. Услуга будет оказана в течение пяти рабочих дней, информирует телеграм-канал железнодорожного района. В Куйбышевском районе продолжается сбор заявок по конкурсу на лучшее оформление клумб и цветников. Уже более 10 местных ландшафтных дизайнеров и агрономов представили свои заявки, которые будут принимать весь июль. Завершится сбор заявок общим голосованием на электронной платформе госуслуги, где каждый житель района сможет отдать свой голос за понравившийся цветник. Узнать подробности об участии в конкурсе можно по телефону 330-3181, сообщает телеграм-канал Куйбышевского района. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok